Всем привет вот и новый ролик на Джуди Ангел не забывайте подписываться ну а мы начинаем Дина Анжела Кларк Англ. Дина Кларк, также известная как Судья Ангелов Англ, Джаджейн Джиллз, главная героиня жуткого рассказа Судья Ангелов. Она была брошена своим отцом и заперта в собственном доме в течение многих лет, поскольку отец ненавидел ее за то, что у нее были черные глаза и она не была нормальным ребенком. Судья Ангелов также является персонажем комикса Эйнджел Пейнклер, личность. Из-за того, что она никогда не была на улице, Дина не знала, как быть нормальной. Единственное, что она знала, это осторожность и застенчивость. После убийства матери она заболела биполярным расстройством и стала жестокой благодаря своему отцу. После встречи с медсестрой Инна она стала вести себя менее дружелюбно и более агрессивно. Но благодаря встрече с кровавым художником она начала испытывать чувство любви и доброты. Однако она все еще борется со своим биполярным расстройством и другими болезнями, такими как шизофрения. Внешний вид Судья Ангелов изображается в основном в белом платье, который доходит ей до бедер, белых сапогах, белых лебгинсах с завязками сверху и поясами на рукавах. Ее оружие – особое оружие ее отца, которое, по слухам, принадлежало Ангелу, поэтому Дина называет свой меч ангельским мечом. История. С самого рождения Дины отец ненавидел и презирал ее. Это было потому, что она совсем не походила на своих родителей, и у нее были черные глаза. Когда она родилась, отец решил изолировать ее от внешнего мира, чтобы никто не знал, что Дина – его ребенок и вообще жива. Когда ей было 15 лет, Дина захотела выйти на улицу, как другие. Она всегда мечтала об этом, но была заперта в доме, поэтому знала, что в таком положении ее мечта никогда не исполнится. Дина приходила в комнату, где ее отец хранил длинный меч, который, по слухам, принадлежал Ангелу, уронившему меч во время войны, и меч упал на землю, но передавался из поколения в поколение, и в итоге попал к отцу Дины. Дина очень любила меч, хотела, чтобы он принадлежал ей, и всегда думала, что он принадлежит ей и что меч выбрал ее. Поэтому Дина предложила матери сбежать, так как они обе были несчастны в доме, и ее мать и Дина решили в канун Рождества тайно сбежать. Перед побегом Дина тайком купила кулон, который собиралась подарить матери, когда они сбегут. Однако мистер Кларк узнал об этом, когда люди сообщили, что видели, как Дина заходила в магазин и входила в дом, поэтому люди начали проявлять любопытство, что возмутило мистера Кларка, так как он хотел, чтобы существование Дины оставалось тайной. Миссис Кларк вбежала в комнату, крича, чтобы Дина бежала, когда мистер Кларк вбежал и пригрозил убить Дину за то, что она тайком вышла из дома, а его двор стал заполняться репортерами. Дина ударилась головой о стол и потеряла сознание, но очнулась в подземелье, которое построил ее отец. Майша, ее отец и жестокий телохранитель Дины начали издеваться над Диной, называя ее чудовищем. Дина, однако, ответила и высмеяла Майшу, назвав ее шлюхой за то, что та соблазнила ее отца, так как Дина знала о ее уловках и сказала, что отец просто манипулирует ею. Майша пришла в ярости начала бить Дину и топтать ее. Дина начала хихикать и смеяться, несмотря на то, что ее топтали, и тогда Дина свалила Майшу с ног со всей своей огромной силой. Дина задушила Майшу до смерти, назвав ее виновной, когда Майша испустила последний вздох перед смертью. Дина возвращается в специальную комнату, где находился меч, и достает меч из футляра, планируя сбежать, как только найдет свою мать. Дина поднялась в кабинет отца и нашла свою мать. Однако ее мать была мертва от удара ножом, а ее мать была вся в синяках и ранах. Дина разрыдалась и обняла труп матери, когда увидела отражение на своем мече человека, направляющегося к ней, Дина развернулась и ударила человека, который оказался ее отцом. Дина отрубает своему отцу ногу, от чего тот сразу же вскрикивает в агонии и не может подняться. Дина смеется и безумно хихикает, шепча и бессвязно рассказывая о том, что она ангел и судья для всех людей. Дина несколько раз ударяет отца ножом в живот и вскоре, перед тем как отрубить ему голову, говорит, я объявляю тебя виновным. Дина переодевается в новый наряд и кладет труп матери в чемодан, обещая найти красивое место для ее захоронения. Дина оставляет особняк в огне и улыбается, после чего отправляется в лес и вскоре продолжает убивать людей, которых считает виновными. Интересные факты. Она встречается с мужчиной по имени Кровавый Художник, один из ее самых известных врагов, медсестра Эн. Она страдает биполярным расстройством, а также шизофренией. Она родилась с черными глазами и на самом деле обладает вдвое лучшим человеческим зрением. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok